Ну а о том, как может реализовываться или какой опыт работы в существующих условиях, я бы попросил рассказать наших коллег, возглавляющих два крупных муниципальных образования. И первым хотел бы представить слово главе города Самары Азарова Дмитрия Игоревича. Спасибо, Вячеслав Степанович. Уважаемые коллеги, собственно, достаточно подробно было рассказано о тех предложениях, к которым пришла рабочая группа. А сегодня еще раз хочу подчеркнуть, мы высказываем позицию, которую разделили большинство участников рабочей группы и тех коллег, которым направлялись запросы, они также поддержали. Вот это основные тезисы, которые уже поддержаны рабочей группой. Хотя дискуссия была достаточно широкая и жаркая зачастую, особенно первые заседания, и мнения были полюсные. Ну, все мы понимаем, те проблемы, которые есть в местном самоправлении, меняется общество, время, количество полномочий, зачастую, которых больше, чем денег, как сказал президент в своем послании. И, собственно говоря, и предложено было в послании президентам привести местное самоправление в соответствии со здравым смыслом, задуматься еще раз о принципах организации местного самоправления. Этим рабочая группа и занималась. Полюсность была в чем, наверное, помните достаточно шумевшее предложение о том, чтобы продлить и госвласть до уровня городских сообществ, городских образований. Об этом много говорилось, и этот вопрос также рассматривался. Собственно, такая модель есть во многих странах. Сегодня наше предложение стоит в том, чтобы дополнить существующие возможности по избранию и депутатов, избранию главы города еще одной моделью. Сегодня вы знаете, что глава города может всенародно избираться, глава города при этом исполнительную власть возглавлять. Второй вариант, что он возглавляет представительный орган, то есть городскую думу. Также глава города может избираться и составы депутатов. Модель предлагаемая предусматривает возможности формирования районных советов депутатов. Городская дума формируется за счет представительства из районных советов. И глава города избирается из состава депутатского корпуса. Коллеги, это фактически четвертая модель, возможная и применимая, надеюсь, в нашей стране. Такой инвариантности, Вячеслав Степанович, может меня поправит, я не нашел ни в одной стране мира, чтобы такие возможности были. То есть понятно, что законодательно такая возможность существует сегодня, она может быть расширена. И уже на местах населения может определиться, какая модель для той или иной территории конкретной. А страна у нас очень большая, и культурный уклад, исторический уклад тоже очень разнообразен. Так вот, население вправе будет на месте определиться, какая же модель наиболее эффективна, наиболее применима на той или иной территории. Вот, собственно говоря, это самое главное. Вячеслав Степанович уже сказал, что наше предложение, которым пришла рабочая группа, не отменяет того, что уже существует в действующем законодательстве. Хотя мы с вами, возвращаясь к той модели государственного, фактически управления, конечно, на мой взгляд, это привело бы к тому, что местного управления в принципе не стало. Ну, оно бы в городах заменялось государственной властью, и, собственно, по делу мы говорим... Простая профанация местной власти. Да, о том, что... Так вот, в этом, на мой взгляд, есть большая опасность. Мы с вами понимаем, надеюсь, мы заново задумались, что такое само понятие местное самоуправление. Это, в первую очередь, самоорганизация людей, саморегулирование, самоконтроль. Понятно, что мы это деревце местного самоуправления и так давно посадили. Ну, кто-то 20 лет считает, кто-то 15, и уже брать его, пересаживать, говорить, что оно не принесло плоды, наверное, рановато. И говорить о том, что оно неэффективно отработало. Поэтому, вот, наше предложение состоит в том, чтобы именно развивать местное самоуправление. А принципы и подходы, они сегодня были изложены. Доступность, выборность, участие населения при этом в управлении городов расширяется. Вы понимаете, что, вот если сегодня про Самару говорить, у нас один депутат практически на 35 тысяч населения. Это депутат, который должен работать с населением, который сам по себе практически город. Физически невозможно. Невозможно. В данной модели депутат, именно депутат местного самоуправления, будет работать с населением там, ну, от 2-3 до 5-7 тысяч населения. Это уже обозримое совершенно такое количество людей. И, собственно, этот человек может действительно представлять их реальные интересы. Да, сегодня, я могу сказать, что с первых дней вот своей работы мы очень много делаем для того, чтобы укрепить районный уровень власти. Мы там сформировали смету, сами распоряжаются районные власти. Мы создали общественные советы при каждом районе. То есть мы фактически, Вячеслав Степанович, эту модель уже делаем. У нас есть общественный совет в каждом районе. Он может... Просто его нужно формализовать. Нужно формализовать, фактически. Сегодня есть эти участники совета, но, зачастую, не все люди их знают. Таким образом, через выборность, создание районного совета, эта модель будет реализована. Мы очень серьезно относимся и к подотчетности власти перед населением. Я могу сказать, что я ежегодно лично отчитываюсь перед населением за результат своей работы. Причем делаю это открыто, свободный вход, дома культуры, школы, дворы. И таким образом организована работа и у главы администрации района, и у руководителя департамента. Вот мы за три года более 300 отчетных, только отчетных встреч провели. Но это же не является системой. Вот до этого периода, например, такой подотчетности не было. Сегодня речь идет о том, что мы должны, понимая, и в первую очередь учитывая государственный интерес, интересы всего сообщества, а не какие-то личные амбиции того или иного главы города, создать систему, которая будет работать, надеюсь, на долгие годы вперед. Собственно, у меня, наверное, все. Если будут вопросы, я готов на них ответить.